Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня в рамках рубрики «Учимся у чемпионов» мы познакомимся с творчеством второго чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера. Партия, которую я хочу вам сегодня представить, игралась на турнире в Нотингеме в 1936 году. Противником Эммануила Ласкера был Михаил Ботвинник, патриарх советских шахмат. Итак, партия начиналась ходом Д4, Ласкер играет белыми, Ботвинник соответственно черными, Ботвинник отвечает КНФ6 и после начальных ходов на доске возникает защита Грюнфельда. Белые избирают спокойное продолжение КНФ3, они просто развивают фигуру в центр, захватывают центральное поле Е5, черные соответственно фенкетируют чернопольного слона и следует ход слон Ж5. В комментариях к этой партии Михаил Ботвинник писал «Тогда этот ход мне показался чудачеством старого доктора, но это впечатление было ошибочным. Система, избранная Эммануилом Ласкером, имеет здоровую позиционную основу. Слон на Ж7 будет ограничен, а пешечное наступление белых на ферзевом фланге неприятно. С этой партии ход слон Ж5 и получил путевку в жизнь». Итак, чтобы понять о чем говорил Ботвинник, смотрим партию дальше. Черные намерены разменять своего коня на слона противника, пользуясь тем обстоятельством, что брать коня на поле Е4 плохо. Так как в этом случае черные возьмут пешкой, они напали на коня белых и теперь, поскольку конь белых вынужден отступать, пешка на поле Д4 становится беззащитной. Черные забирают эту пешку, остаются соответственно с лишним материалом и лучшей позицией. Поэтому Ботвинник в данной позиции просто забрал пешку на поле Д5. Черные забирают слона на поле Ж5, белые соответственно берут конем и следует ход Е6. Как видим белый конь атакован, также черные напали на пешку на поле Д5. Поэтому пользуясь тем, что белый конь должен отступить, они отыгрывают пешку на поле Д5. Если же в этом положении белые попытаются сохранить лишнюю пешку путем ферза 4 шаг, черные соответственно закрываются от шага путем слон Д7. Теперь белый ферзь нападает на пункт Д7, но черные могут забрать коня на поле Ж5. И теперь в случае взятия пешки на поле Б7, а у белых больше ничего не остается, поскольку они отдали фигуру на поле Ж5. Черные просто рокируют в короткую сторону. И если здесь белые сыграют ферзя 8 и выиграют качество, у черных идет сильная атака на короля белых. То есть черные забирают на поле Д4. Если теперь белые попытаются закончить развитие ходом Е3, для того чтобы развить белопольного слона и сделать рокировку в будущем. Черные отвечают ферзь Е5, они связывают пешку, взять на Д4 теперь у белых не получается. Помимо этого черные напали на пункт С3. То есть они угрожают взять коня на поле С3, затем дать ферзюм шаг и выиграть ладью на поле А1. Так что белые будут вынуждены сыграть ладью АС1, защитить пункт С3. Но у черных теперь есть возможность сыграть конь С6. Они нападают на ферзя белых, поэтому у белых нет возможности забрать коня. Белый ферзь должен идти на поле Б7. Дальше следует взятие на поле Д5 пешкой. Что теперь делать белым? Если они играют слон Е2 с намерением рокировать в короткую сторону, следует ход слон Б6. Черные плетут сети вокруг белого ферзя. Теперь если белый сделает рокировку, последует ход конь Б4. И все готово для хода слон С6. То есть если белые попытаются согнать коня с поля Б4 ходом А3, последует ход слон С6 и белый ферзь попался. Так что уже в этой позиции после 16 хода черных конь Б4 у них явный перевес. Ну а если же на рокировку черных белый попытается закончить развитие ходом Е3, то черный просто сыграет С5. И теперь если белый забирает ладью на поле А8, то есть выигрывает качество, следует продолжение СД. Черный забирает пешку на поле Д4 и разрушает прикрытие белого короля. У белых под боем находится конь на поле С3 и пешка на поле Е3. Если конь отступит, черный забирает на Е3, затем берут ферзем и рано или поздно добирается до белого короля. Поэтому белый берут на поле Д4. Но после хода слон Д4 у черных отличная компенсация за качество, поскольку белый король находится в центре. У белых серьезное отставание в развитии. И помимо этого ферзь на поле А8 стоит не очень хорошо, поскольку попадает подтемповая конь С6. Ну и в том случае, если на продолжение С5 белые сыграют ДЦ, черные берут просто на поле С3. После взятия пешка играет ферзь Д5. И теперь у белых нет возможности выиграть ладью на поле А8. И после размена на поле Д5 черные получают лишнюю фигуру и выигранную позицию. Как видим, ход ферзь А4 никаких выгод особых белым не сулит. Поэтому Эммануил Ласкер отказывается от этого продолжения и играет просто конь Ф3. Черный отыгрывает пешку на поле 5. Белый играет Е3, открывает дорогу для белопольного слона. Черный рокирует в короткую сторону. Следует ход слон Е2. Черный тем временем укрепляет пешку на поле Д5 для того, чтобы развить белопольного слона либо на поле Ж4, либо на поле Ф5. Сразу развитие белопольного слона было сомнительным, поскольку белые играли ферзь Б3 и нападали одновременно на слабые пешки на поле Б7 и на поле Д5. Именно поэтому черные укрепили пешку на поле Д5 и теперь готовы развивать своего белопольного слона. Белые рокировали в короткую сторону. Последовал ход ферзь Е7. В любом случае черным необходимо определить позицию для собственного ферзя. И в подобных карлсбадских пешечных структурах позиция черного ферзя на поле Е7 является очень хорошей, поскольку на этом поле на него очень трудно напасть. Во-первых. Во-вторых, он оказывает давление на центральное поле Е4. И в-третьих, поддерживает наступление черных на королевском фланге, что является типовым планом для подобного рода пешечных структур. Белые, соответственно, готовят наступление на ферзьевом фланге. Они намерены организовать атаку пешечного меньшинства, целью которой является образование слабости на поле C6. И, соответственно, игра против этой слабости. Видно, что сразу ход B4 не проходит, поскольку черный контролирует поле B4 ферзем, поэтому белый подготавливает это продвижение ходом А3. Черный тем временем развивает белопольного слона на поле Е6 и следует продолжение ладья C1. Белые ставят ладью на полуоткрытую линию и дальше намерены организовать либо атаку пешечного меньшинства, как уже было сказано ранее, либо, оперируя опорным пунктом C5, вести позиционное маневрирование. Черный, в свою очередь, заканчивает развитие, соединяет ладьи между собой, что является одной из целей дебюта. Белый, в свою очередь, играет конь Е1. Идея хода поставить при случае коня на поле D3, откуда тот будет контролировать важные поля C5 и Е5, и, что самое важное, поле F4. Тем самым, белые будут препятствовать появлению черной пешки на поле F4 со вскрытием линии F для ладьи, что является типовым приемом для черных в позициях такого рода. Тем временем, черные играют конь B6. Они при случае хотят водрузить коня на поле C4. Именно для этого черные поставили слона на поле Е6, поскольку теперь, после размена на поле C4, в случае появления там черного коня, черные заберут на C4 пешкой, не опасаясь того обстоятельства, что эта пешка будет не защищена. Белые планово переводят коня на поле D3. Черный играет ладья АД8. На это следует продолжение конь C5. Черный убирает слона на поле C8. На что следует плановый ход B4. Далее Ботвинник в своих комментариях к этой партии пишет. Характерно для осторожного ласкера. Он сделает отход лишь тогда, когда черная ладья отрезана от поля А8, и ход А7-А5 уже невозможен. Несмотря на то, что слон покинул поле Е6, черные продолжают конь C4. Они нападают на пешку на поле А3, и намерены согнать белого коня с поля C5 путем B6. Белые продолжают конь B1. Они просто защищают пешку на поле А3, и одновременно нападают на коня, который находится на поле C4. В свою очередь черные напали на белого коня. Конь идет на поле B3, и следует ход слона А6. Черные защищают пункт C4, который был дважды атакован белыми. Ну а белые в свою очередь ставят ладью на линию Е. Это стандартный ход для таких позиций, так как эта линия очень часто вскрывается, либо в результате движения пешки F до поля F4, либо после проведения белыми хода Е4 в нужный момент. Черные пока ставят ладью на полуоткрытую линию, следует ход конь D2. Ясно, что нельзя брать пешку на поле А3, поскольку в этом случае черные потеряют слона. Ну и здесь мы видим, что белые три раза напали на поле C4, поэтому черные защищают это поле путем B5. Итак, черные надежно защитили своего коня. Последовал ход ладья А1. Поскольку на поле C4 возникла непробиваемая баррикада, ладье на линии C делать уже нечего. Поэтому Ласкер переводит ладью на линию А, чтобы при случае вскрыть линию А путем А4, и, соответственно, извлечь из этого какую-то выгоду. Черные, в свою очередь, убирают слона на поле C8, так как он на поле А6 упирался в собственную пешку на поле B5. Белые играют слон F1, а не убирают слона, который загораживает линию обстрела белой ладьи. Следует продолжение ферзь D6. Теперь, поскольку черный ферзь находится под рентгеном у белой ладьи, черные также убирают от греха подальше своего ферзя с линии Е. Дальше следует ход конь C5, черный играет ладья Е7. Здесь я понял, пишет Ботвинник, что доктор обвел меня вокруг пальца. Конь на C4 стоит красиво, но что дальше? Приходится сдваивать ладьи по линии Е с последующим движением пешек F и G. Недостаток этого плана заключается в ослаблении позиции черного короля. Белые продолжают конь B3, следует сдвоение ладей по линии Е и ход Fc1. Этим ходом белые усиливают контроль над важным полем F4, вокруг которого в дальнейшем ведется борьба. Черные проводят плановое F5, ну а белые играют конь D3. Мы видим, что белые подвели второго коня на поле B3, для того, чтобы поставить его на поле C5, а соответственно коня, который стоял на поле C5, они отводят назад, и теперь конь с поля D3 контролирует важное центральное поле F4. Далее черные продолжают штурмовать королевскую крепость белых, следует продолжение ферзь C3, белые соединяют ладей между собой, черные играют F4, пытаясь скрыть позицию, белые забирают пешку на поле F4, происходит размен, затем происходит размен ладей на поле Е7 и ход А4. Белые хотят скрыть линию А, пользуясь тем обстоятельством, что восьмая горизонталь ослаблена. Теперь если черные разменяются на поле А4, последует взятие ладьей, и у черных будет на поле А7 слабая пешка. Поэтому черные играют А6 в этой позиции, следует размен на поле B5 и ход ладья А8. Белые связывают черного слона, черные играют ладья Е8, защищая слона, который находился под боем. Белые играют ферзь C1, нападая на пешку, которая находится на поле F4. Черные защищают эту пешку путем ладья F8, и далее следует продолжение ферзь D1. Ясно, что нельзя было брать пешку на поле F6, поскольку в этом случае черные связывали белого коня. В этом случае белые вынуждены защищать этого коня, который атакован трижды пешкой. Но теперь черные забирают на поле F4 и портят пешечную структуру вокруг короля белых. Ну и понятно, что в этой позиции белым не выстоять. Поэтому Ласкер сыграл ферзь D1, последовал ход слон F5, размен ладий, затем продолжение ферзь H5, белые напали на слона, черные защитили этого слона путем ферзь G6, произошел размен ферзей и ход конь F4. С одной стороны слабая пешка на поле F4 меняется на важную пешку на поле B4, и теперь у черных проходная по линии B. Но на самом деле, если повнимательнее присмотреться к позиции, становится ясно, что черные пешки на ферзьевом фланге легко блокируются и, следовательно, их ценность снижается. То есть черные забирают пешку на поле B4, следует ход слон D3, белые намерены разменять белопольных слонов. Теперь после грядущего размена черные лишаются преимущества двух слонов, помимо этого белый конь будет контролировать поле B3 и проходная по линии B теперь не является такой опасной. Черные тем временем играют конь D2, они намерены разменять коней, белый этому не препятствует, происходит размен на поле D2, затем размен на поле F5 и ход конь E6. Белые защищают важную пешку на поле D4, которая сдерживает пешки черных C6 от D5 от возможного движения вперед. Если бы в этой позиции они поставили коня на поле D3, то после хода слон C3 пешка находится под нападением на поле D4 и защитить эту пешку белых нет возможности. Таким образом, черный выигрывает важную пешку на поле D4, которая сдерживала наступление пешечной массы черных и черный получает соответственно выигранную позицию. Так что Эммануил Ласкер защитил важную пешку D4 путем конь E6. Теперь если король черных пойдет на поле F7, с идеей согнать защитника пешки D4, последует продолжение конь C5 и в случае нападения на пункт D4, белый защищает эту пешку путем конь B3 и на доске равная позиция. Так что в этой позиции Михаил Ботвинник сыграл слон C3, нажимая на пешку на поле D4 и готовя движение проходной по линии B. Белые здесь сыграли король F1, они ведут собственного короля в центр и уже в этой позиции соперники согласились на ничью, поскольку в случае возможного хода B4, если черный попытается двигать вперед свою проходную, белые просто подходят королем, на ход короля F7 следует продолжение конь D8 шах, далее на король E7 следует взятие пешки и в случае нападения на белого коня конь отступает на поле A5, черный забирает пешку на поле D4, но после хода конь B3 и отступление черного слона, который находился под нападением, на доске равное материальное соотношение и соответственно шансы сторон равны. Так что понимая, что выиграть эту позицию как белым, так и черным будет проблематично, стороны согласились на ничью. Итак, в этой партии мы наблюдали тонкое позиционное маневрирование двух выдающихся шахматистов мира. Надеюсь, вы почерпнули для себя много полезного, посмотрев данное видео. Если это так, подписывайтесь на обновление канала, ставьте лайки и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok